Примать более разумные решения, более хорошее ожидание выбирать, более высокую стоимость метить. Кинув такой рич, игрок потерял и стоимость в Саншику, возможно, и потерял. Также он потерял, сделав плохое ожидание, лишь на четверку пин, которых три штуки осталось. Две единицы принадлежало в стене. Но, всем ошибаемся, это бывает. Как раз вправо бьет Кан, теперь у него займется в двух дор, в три доры, и он уже в темпании на манган достаточно быстро. Как это им только удается. Девятая команда, одна вышла, ждать Санпон достаточно, ить, грустно было бы. Ну вот после Кан, еще один игрок кинул рич, у него есть две доры, хороший шанс сбора в руке. Теперь игрок справа может проиграть все свои очки. Хотя при доходе шестерки ман, игрок справа скидывает девятку ман. Но при доходе тройки, к сожалению, он скорее всего накинет. Да, шестерка ман заходит, он может скинуть девятку. Не ошибись, девятка должна пройти. Молодец. Зачем лидеру, имея такой огромный отрыв, в игре без Экадора накидывать опасный тайл, пока мне неизвестно. Ну, пару задач пострел, обрабатывающие будут проходить, но пока что один игрок потерял много очков. Потому что открывался на дешевую руку и не смог защититься. Ладно, двигаемся дальше. Лобби 2254. Тоже второй восток. Прямо такая же ситуация. Игровая. Групп не захотел оставить себе в руке темпай на... Странное решение. Скидываешь пятерку ман, ты в темпай на пинфу. И я не знаю, смысл здесь проскидывать в востоке. Хочешь Саншку собрать? Саншку может и не зайти. Но, в принципе, в этом есть обстановленное зерно. Для того, чтобы оставил Доматен на 5800, там не ронился бы и улучшал свое ожидание. Чем потерять такую пару и потом фиг знает, что получится. Остается только наблюдать. Игрок получает темпай на пинфу, либо пинфу Саншку. А, пинфа и пинфа, либо пинфу Саншку. Хорошая ричи. Еще есть две доры. На самом деле, это в любом случае был бы Доматен Манган. Под сумму двойка пинфа это был бы Ханиман. Но, можно в таком случае кинуть ричи, в принципе. Это не является ошибкой. Пинфу и пинфу 2 доры, либо пинфу Саншку 2 доры. Отличная рука для игры без ОК-дор. Получает темпай, смотрите-ка. Если кинет восьмерку пинду, это будет пинфу Саншку на 8 ман, если ему накинут. Но он все еще Доматен Манган. Он что-то боится? Неизвестно. Учитывая, что он скинул 7 марка пинфу, он походу делается... Нет, не боится. Ну что ж, это Ханиман. Это был бы и без ричи, был бы Ханиман. Но в такой хорошей руке, я нарекаю, думаю, кто ему не стал бы защищаться. Что-то я думал, сыгрок. Итак. Вы hangsите. По делу у РКС Питеров есть проблемы с интернетом. Да, а вот он перезашел, вернулся, но уже стена снесла за него хорошие теаллы и купин. С этим я, к сожалению, вообще ничего не могу сделать. У людей плохой интернет, но как бы не знаю, что я могу сделать, чтобы у них он улучшился. В то время один автоп уже закончился. Пожалуй, я повторю, что там произошло. Одно время я с этим покажу, это вам. Примерно раскрою, как было на стриме. Вот так, наверное. Кто-то накинул кому-то в 1 600. А, ну да, мы смотрели это. Из-за плохой речи игрок накинул другому. Потом было 5 200. Речи Дора Дора. Игрок не смог защититься. Хотя у игрока есть единицы пин. Девятка со есть. 3 ман есть. Все эти тайлы пройдут против речи. Игрок просто не хотел защищаться и накинул. Ну, это нормальное явление. А дальше было. Потом он вышел сныпая на Эйку Хайдору. Дорого кинул речи в Саншику. Этот враг не защищался совершенно. Ну да, он не защищался. Хотя, если бы скинул 2-3 манта, было бы еще курицу. Но... Не повезло, конечно же. Речи Саншику. И походил одного Радора. Да, конец игры. Ну, пожалуй, я прямо сейчас запишу результат. 40500 НТ Шавик. Первое место. Второе место. Рику. То есть... Кирхе, можно так сказать. 38600. Хотя это слишком близко к первому месту, на самом деле. и комп в третье место. Это 25500. Ушел свой результат. И четвертое место. Акс. С результатом минус 4600. Стабильность уходит в никуда. Так. Ну, закрою я эти реплеи. Треплей, треплей, треплей. И пойду, пожалуй, вдруг играют наши еще ребятки. Шластиков. Ну, здесь есть ярко выраженный аутсайдер и ярко выраженные. фавориты. Пойду, пожалуйста, повторюсь. Следующий стол, скорее всего, этот стол я уже смотрелся. Лобби. Лобби. 2-2. 5-6, наверное. Да, вот сидит. Ирок Спитер, другие игроки. Шантен на Пинфу, либо Ричи Саншику. Хорошая игра у игрока Спитера. Игрок слева клеит темп Пайк, пятерки Пиндерик, четверки Ман. То ему накинул Ричи, но у него плохое ожидание, но об этом, кстати, никто не знает. Один из его выигрышных ожиданий это Восток. Каким же таймом в Ричи, шестерки Су? Вот и Восток, как неприятно. Вытащил Восток. Он всего один был. Ричи Торидоры. Обидно, обидно достал. Последний тайл его. Уже идет третий юг. Ирк из Питера сильно упал вниз. Возглянул на стрим свой. Восемь зрителей. Вернусь обратно. Смотреть за нашими участниками. Покажется больше всего один стол из четверых, но я думаю скоро и догонит нас. Третья сессия уже идет быстрым, в скором темпе. Ить! Юрк Питер получает темпай на пин фуноме. Ну, можно лучше эту руку было Дорой, но это достаточно долго. Поэтому Ричи здесь не является ошибкой. У РК справа потенциал на хорошую руку. Он уже есть антенн. Он может собрать руку вплоть до Саншику. У него это странный сброс. Кстати говоря, четвертый команда. Странный сброс. Он мог скинуть двойку СО. Он собирает здесь руку. Он не должен здесь уходить. Но он решил потерять здесь огромное число у Кири. Это весьма странно, что он начал защищаться. Он может здесь претендовать на место. Ну, то есть еще больший результат, более лучший. Хотя он, скорее всего, просто не хочет накинуть. Но, если игрок с левой возьмет сумма, иногда дилер потеряет много очков. За счет там, если будет манган. Не, ну, впрочем, ладно, это тоже не совсем ошибка. Он защищается. И у него первое место, в принципе, здесь все адекватно. Просто, судя по дискарду или по руке, вот тут мог быть ханиман дилерский. Да неужели на какие-то единицу? Еее. Неплохая игра, кстати. Это около полности безопасный вариант. Он выходит в темпай. У него есть один аут, а там трека со стене. Кстати, игрок справа мог быть в темпайсе, безкинули четверку со, но немножко побоялся. Хотя, единица со и семерка со проходили. Мне кажется, это ошибка. Игрок справа мог остаться в темпайе. Но, чего-то забоялся. Хорошая дилерская рука. Я думаю, он ее соберет и выиграет ханчан. Пойду пострюю дальше. О, ему еще и заходит. Прекрасно. Пострюю еще какие-нибудь столы. Флэш лобби 2254, допустим. Здесь все еще играют. Смотрю за Ольгой. Ольга, где ваши очки? Куда вы их потратили? Пить. Ричи Пинфу 2 Доры и Ричи на Дору. Очевидно, кто выиграет. Ну, с огромной верностью выиграет игрок справа. Игрок слева, можно сказать, каратен. Ему Дору вряд ли скинет Тоймен. Поэтому у него ноль аутов. Лично Дора является плохим ожиданием. И прокатывает крайне редко. Сумо. А вот и Сумо. Ольга, у нас зашла хорошая рука. Ее можно развить в быстрое Пинфу. Главное, не терять ожидания. Детка СО, кстати, это потеря ожидания, я считаю. Уже изначально. Следовало скидывать либо единицу СО, либо зеленого. Теперь при заходе семерки, восьмерки СО. Эти тайлы пойдут в дискард. Потому что они будут уже меньше, менее эффективными. Восьмерки СО. Стоп. СТоп. Восьмерки СО. Дjobри. Восьмерки СО. так что пишут в чат пока что ничего игрок слева отказывается от возможности убирать Джун Чан ему не нужна стоимость в руке ему нужно просто что то собрать чтобы была в следующей раздача он выходит в шанты на пинфу причем у его руки есть какие то улучшения он может их поймать что что я только что увидел а нет ребята глаза горят он кинул Ричи пятеркой СО хотя мог кинуть Ричи двойкой СО и так он потерял Саншоку 3-4-5 готовая но это просто финиш ребята ну кто вас так учил играть Ричи пятеркой СО просто потому что он потерял Саншоку уже готоваясь все 9 тайлов уже были в руке может было кинуть Ричи двойкой СО и сохранилось бы Ричи пинфу Саншоку а так это может получиться просто Ричи пинфу на единицу СО это крайне скверное решение но сейчас кто ему кинуть Ричи и мог кинуть единицу это Ричи пинфу вместо Ричи пинфу Саншоку я уже много увидел моментов где могут ослепнуть глаза кто будет смотреть реплеи будьте аккуратны покрепчись за стул держитесь чтобы не упасть порой моментов очень много удивительных увидите вы но сейчас что я верю что человек просто скинул свою Саншоку и имеет импай кинув Ричи я не знаю какие есть логические здесь доводы как это можно обосновать может быть так играет в Питере я не знаю какие есть логические и я не знаю какие есть логические что сообщение буду обновить буду ли запомнить таблицу ребят есть достаточно простой ответ что а ну вот обнови обновил я вот таблица все видно я напишу может нажал f5 может так будет более понятно слева речь на трех сторонку речи там пин к сожалению без саншек но саншку может и не зайти мог не накинуть и чему 8 пин почему сейчас был 8 пин самый безопасный тел ну на самом деле я бы накинул бы шестерки ман скорее всего упаться это было бы смешно так вот 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 ищет сума таньяо ой одна урадора уэли все еще есть шанс выйти на каком-нибудь место повыше все зависит от того что сможет ли она собрать свою руку сейчас у них тут доиграют ханчаны пойду попробую каком-нибудь лобби лобби 225 3 закончили лобби 225 5 доигрывают второй юг у них ну борьба есть и в столом кстати вот именно темпай на джун чандора интересная форма хорошая рука но у него нету выигрышных тайлов кстати говоря все 2 кисо уже вышли смо , Первым ходом потеря формы. Потеря ожидания на Дору адекватного. Из формы 1-3 скинула одиницу, потому что есть запады. Ладно, бывает и так. Может быть она еще и Дору решила скинуть. Ладно, 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 бывает. Третий юг, там отыграл ли второй стол, кстати, интересно. У меня был реплей. Ладно. 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 Потрачен рядом с Дорой. Еще одна Дора зашла. Что же, что же скинет Микро, скинул 4 ман. Не понимаю, что творится в голове игроков у обоих. Тут он потерял возможность ожидания в Рямон и возможность собирать щитой, скинув 4 ман. Тот скинул раннюю Дорку с Дорой. Потерял Рямон с Дорой, потерял еще одну Дору, при том, что ей все это заходило. Это был шанс на первое место. Теперь она в Фурритене на трое кусок, которые ранее скидывала. Ну. Неоднозначная игра такая. Не всегда можно понять, о чем они думают. Этот стол уже закончен. Любопытно. У игрока получился темпай, но ожидание достаточно фиговое. Можно скинуть тройку пин. Да, это хорошее решение, между прочим. Хотя, мне кажется, лучшим решением было бы скинуть 4 пин. И игрок получает темпай. Не Фурритен на этот раз, ему повел бы защища обратно этот тайл. Почему 4 ман? Не понимаю, почему скину 4 ман. А разве безопасно было? Пробили восьмерку ман была безопасно. Но этого я не заметил. Два в слайде 4 закончились. Своё путешествие. Поставлю еще к вам столик. Последний. Лобби 2256. Закончили. Лобби 2255. Это я тоже смотрел. Лобби 2254. Играют. Поставлю их обратно. У них 4-й юг, 1-й ренчан. Вполне вероятно, они уже закончили. Так, хороший тайл зашел. Теперь что же скинет этот игрок? Семерку ман или запады? Вау. Против запады тоже хорошие сбросы. Так он... Так он не теряет улучшения на все тайлы остальные. Бум. Так. Ить! Ого, какая сильная рука от Тоймена Инфу самушку Дора, но зачем блять Ричи, когда есть Домотен Манган Воросу первое место, это не обязательное решение кидать Ричи Имея Домотен Манган Не знаю, о чем думал Тоймен, но он кинул Ричи Наверное, хочется больше очков получить за свою руку Но это весьма сомнительно, я сейчас покажу вам Саншку 2 хан, Дора 1 хан и Пинфа 1 хан То есть 4.30 есть На столе 2000 палками и 1 ринчан То есть, это достаточное условие, чтобы собрать даже 40 тысяч очков, имея Домотен Ричи не дает хан никакого То есть, дает только 5-й хан, который не сильно нужен Если у него не будут уродоры, то он, считайте, ничего не получил А так, противники могут кинуть Ричи и он будет в опасной ситуации Может занять даже 3-е место в этом ханчании, учитывая, что может накинуть фрон Это сомнительное решение его Ричи, оно и совершенно не нужно было Ну вот, допустим, сейчас Кто ему кидает Ричи в восьмерке Пин? Он Домотенит? Зачем он Домотенит? Пинфудора Это последняя раздача Он больше на 2-е Всего кинет Ричи, он может выйти на 1-е место даже Под сумма Ну вот Пинфудора Они будут играть запад А кинул бы он Ричи, был бы минимум Ричи Пинфудора И вполне возможно, это был бы конец ханчан прямо сейчас Я не понимаю большинство решений игроков И совершенно непонятно, о чем они думают И какие решения совершают Они, кстати, закончили А это был третий стол А, черный стол тоже закончен Ну, пожалуй, этот стол закончился Пожалуй, я от просмотра перейду к заполнению таблицы Все Перерыв До 45 минут Кто готов Может продолжать Будут заполнять таблицу Писать какие места Места Так 15 Норд-Вест Реку Ага, это они закончили 20 минут назад оказывается Офига себе Кто-то сыграл быстро, кто-то медленно Ладно, пишем дальше Третий ханчан Третий ханчан Третий раунд турнира закончился Сейчас будет последний раунд, четвертый Мы узнаем, кто выиграет турнир Игрок Ворус собрал тысячу очков Которая ему ничего не решила И он не поднялся даже на место выше И это был кто-то сделал Сделал четвертое место Кто четвертое место в этом ханчане Ага, понятно Лора Забрал тысячу И не смогла с четвертое место подняться на третье Хорошее решение Так Игрок из Новосибирска занял первое место 33 800 Новосибирь достаточно плотный в этом турнире Он занимает хорошие места Не буду удивлением, если он выиграет этот турнир Норд-Вест четвертое место 18 600 А Мико занял третье место 19 900 19 900 Слоу занял второе место С результатом 27 700 Это ханчан мы посмотрели Смотрим следующий Смотрим Ой, 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 ой На самом деле я скорее поспешил Здесь игроки, которые играют Достаточно слабо Угу так это у нас реплей занял первое место 30600 второе место занял левого левого не ушли не знаю что это означает на самом деле но пишу так 26200 третье место занял метрос у метрос результат 25600 ой случайно херц он нажал я не собираюсь играть его сейчас чертами завела ольга 17600 открыть окно нет не отмечать данных а уйди отсюда окошко нет нет я отказываюсь так отлично четвертое место так вроде бы всех записал и последних анчан последний реплей который я посмотрю в третьем этапе принтер вернулся вот этот реплей сетон тут уже лучше тут уже черный место пришло третье при зачем я кей нажал скверно скверно так в том реплее первое место занял опять игрок из новосибирска удивительного у нас сибирска нет еще до сих пор ни одного чертого места вообще ни одного чертого места нету за за 12 ханчанов ни одно чертого место в сборной новосибирска я думаю они выигрывают турнир ни одного четвертого ни одного ни одного игрока нету они достаточно хороши они достаточно хороши так борис 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 до борис занял 2 30 тысяч пятьсот третье место занял групп из питера 16 тысяч 200 чертый место занял игрок из москвы 15 тысяч 300 пора пересчитывать средние места чтобы увидеть что у нас перед концом творится 7 плюс 7 14 плюс 12 26 30 34 36 очков команды украины но в этой игре не надо наоборот не пустить очки опустить меньше очков 6 12 16 22 24 20 32 по моему еще раз перечитаю 6 плюс 10 16 22 24 24 плюс 8 32 до 5 плюс 5 10 плюс 6 16 18 21 вау как мало это за 6 блин среди такую улучшается украины москвы восемь семнадцать девятнадцать двадцать три двадцать шесть тридцать тридцать одно очко так ну пока что с огромным перевесом нереально переделать командного сибирска по-моему по среднем место и и невозможно будет догнать только вся команда москвы не зря первыми ставсера вода сибирсками четвертое другого исхода помнить не бывает достаточно плотно окунулись все остальные команды кроме командного сибирска они просто всех побеждают очень сильно блин это не среди это места ладными места потом буду считывать среднем потому что не всуну другие еще дополнительные строчки и так понятно что вот здесь места получите первых на чем втором очень третий кончан этого начали циферок то есть 36 двенадцатых у украины 32 двенадцатых у питера 30 31 двенадцатых у москвы и 21 двенадцатых у новосибирска средние места так начали следующий город следующий ханчаны начали на стечь кончан так вот би 226 там 33 456 6 начали и 3 начали следующий тур напишу им следующий тур не начал начинайте следующий тур как ни странно у новосибирска по моему немного игроков с высокими данными но они показывают более хороший результат причем это может быть отличным отличным потому что у них нету ни одного четвертого места за 12 ханчанов такое достаточно тяжело сделать особенно играя с игроками в более высоко ну не более высоких тоже хорошего уровня ведь у нас есть много каков четвертых данов может это даже 5 дан где-то был третий данный есть так следующий тур начинаете стрим ну я могу конечно поставить эти плюсики между циферками не уверен что это сильно нам поможет так по крайней мере будет более понятно а как я считаю средние места это сделается достаточно быстро так 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 Потом я почитаю очки игроков после этого, сначала ублю команды победителей. Я думаю это будет более очевидно, что средние здесь уже не совпадают. Я не мог совпасть, в принципе еще одна партия осталась. Но догнать Новосибирск будет по-моему нереально здесь. Ладно пошел смотреть Ханчан. Я по-моему отстаю. Ходы идут в каждую секунду, как будто бы люди не думают. Слева речей Кухайдора. Хорошее ожидание, хорошая стоимость. Игрок справа зачем это решает Астасия Рямон-Фуритен. Кидая кажется почти безопасный тайл, но он решил оставить себе Рямон-Фуритен. Достаточно веселое решение, о чем он думает. Рямон вышел в темпай на 3-6 ман. Удивительно. Удивительно. Вот еще шестерку ман со стены. Здорово. Удивительно. Продолжение следует... 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 еще один темпай на этот раз он вставляет свой темпай в руке ого, ему накидывают да, походе урок слева хотел защититься, семерка возможно еще пригодилась ему когда-нибудь смотрит стрим пять человек зарегистрированных для тех кто только присоединился турнир имеет в турнире может идти в одни ворота команда новосибирска очень сильна она показывает идеальные результаты не заняла ни одного чертого места за 12 ханчанов в то же время как есть игроки которые заняли три четвертых места пока что не факт что не займу 4 потому что с кем, блин, с кем бы ты ни играл занять четыре четвертых достаточно позорно считаю с кем бы ты ни играл ну ладно это всего лишь игра так этот стол я думаю я пока переключусь на другой этот стол обстрелить чуть-чуть надо немножко другой обстрелить 2-2-6-5 а он начался они уже начали играть на реплее у них первый восток на деле возможно у них уже даже третий посмотрю за новосибирскими игроками возможно увижу как они играют хорошо внутри зайком самому у него текущий результат 1-1-3 и 100 что в принципе достаточно хорошо знаю в чем их сила чтобы потом чувствовать себя лучше при игре против них ха-ха-ха я разгадаю ихнюю силу и буду повелевать тенханетом получается темпай в ряман но нету стоимости у ярко слева я не знаю каким способом эта игра хочет увеличить стоимость своей руки но это не увеличение стоимости более того можем укинуть еще не четверка мана и единицы ман ну ой ему надо развиваться как не усмотрительно рисчи пацы 2 урадоры из речи новин в манган изи достаточно тупо получилось вот ой г черты да накинула пацу в речи номи Что еще я сегодня увижу? Что еще я сегодня узнаю? Желательно, что, конечно, ни один номерок лиги не захотел играть в этом турнире. Конечно же, я знаю, что таким игрокам нужна какая-то причина, чтобы играть. Нужен какой-то огромный призовой фон, чтобы они позволили себе зайти на турнир, поиграть. И то, играть будут слабо, потому что слабый призовой фон, зачем стараться. Ну, в этом тоже есть свой смысл. Чтобы поиграть с хорошими игроками, нужно этого заслужить. Слава, придовой фонд этого не предлагает к этому. Хотя... В принципе... А как сделать придовой фонд? Вот, помню, Юрос вкладывался в придовой фонды. Да, это было интересно, поиграть в такие турниры. Но зима уже прошла, да и, блин, Юра в этом году что-то не было. Не сделал турнирчик. Думаю, нам нужна хорошая альтернатива, чтобы зимой поиграть. Может, какой-то другой турнир. Ричи Пинфу, нету и Пейка. Ожидание на 4-7 ман. А вот и семерка. Слева мог бы собраться Минхон. Слева, блин, мне кажется, слева там был даже ТМП в один момент. Но его решили разрушить. Не знаю зачем, правда, но решили. Время уже 3 часа. Как раз-ки, ровно 3 часа прошло с тех момент, с тех пор, пока начался турнир. Идем достаточно быстро, без больших перерывов. Перерывы максимум 5 минут были. Пинфудора, нормальный ричи. Стандартный, можно так сказать. Сейф. Дилеров Тэмпай. Расправо кинул ричи. Но у Дилеров всего несколько аутов. А вот один из них. Я не знаю, почему Двэкопин решила, она решила скинуть Двэкопин. Но она не прошла. Зачастую очень много неочевидных решений, которые, если можно сказать, мой ум не может понять. Но все будет еще. Люди еще научатся графить эту игру. Так, ну, пожалуй, буду двигаться дальше. Эту стол мы посмотрели. Еще есть много интересных стрелок должно быть. Лобби. 2-2-6-6. Так, там у нас сидит, кто у нас там лучше всего играет. 1-4-1 Дмитрий. Реплей. Сей. 1-1-3. Борис. 4-4-2. И Мика. 4-3-3. Ну, реплей играет лучше всех здесь, в том. Пока что в рамках турнира этого. Поставлю на него. Он владеет таром, который идет направо в Манган. И он защищается, между прочим. Ричи Тони Алдора кинул Ричи Мика. В принципе, он имеет шансы вальтрук, потому что у него три аута. Ну, а Дмитрий вперед него берет с ума. Потому что у Дмитрия всего было пара аутов зеленые. Мы глядя по рукам. Люди защищались против Дмитрия. И против великого, святого латника Санкт-Петербурга. Священного Александра Невзорова. Ну, вот предпосылка, что игрок из Новосибирска займет четвертое место. Ему достаточно долго, до третьего. 12 тысячи трифта. Конечно, это очень обидно прерывать серию без поражений своей команды. Но это было бы слишком классно, если бы команда не взяла ни одного чертого места на турнире. Пора кидать зеленых. Но нет, он кидает другой тайл. Я бы на уме скинул зеленых, они здесь не очень нужны. Теперь точно зеленых. Это прям должно у него прерисовываться в голове. Понятно. Неужели он откроется на первом зеленом? Вот сейчас зеленых кинем, где трехстороннее ожидание в манах будет. Ну, фиг сейчас с ним, что с фури-тен. Молодец. На самом деле, нифига не молодец. У него фури-тен ожидание будет, и три единицы ман вышло. Но это детали. В принципе, к пятерке соу можно зайти. Какой-нибудь коннектор, типа дорочи, по четверке соу. Хотя четверок соу не осталось совершенно нисколько. Сейчас можно было кинуть пятерку со. Это был бы более лучший шантен. Все еще можно скинуть шестерку ман. Или двойку ман. Он откажется от ожидания на дору. Сей! Оставил бы шесть ман, то был бы уже темпай. Темпай. В три стороны на фури-тен. Ну, а здесь нужно давить на противников, я думаю. Единица ман в патсу, аха-ха, но это фури-тен. Где-то соу немного пафно. Ого! Макимон Фури-тен, Ричи и оба игрока ушли в защиту. Но, к сожалению... Макимон Фури-тен.